Всем привет! Хотел бы рассказать, какие технологии сейчас можно изучать C-Sharp программисту. У вас на самом деле три с половиной пути. Первый путь это изучать WinForms, VPF. Плюсом будет, если вы еще поработаете с DevExpress компонентами. В чем преимущества? В основном это работа связанная с поддержкой какого-нибудь ПО, написанного несколько лет назад и который нужно поддерживать для работы какой-нибудь организации. То есть работа будет не пыльная, что-то доработать, что-то доделать, что-то переделать. Такая не трудная работа, единственное она очень скучная. Так что к этому как бы надо будет готовым быть. Второй путь это можно конечно податься в гейм-разработчики, гейм-девы. Вам достаточно знать основу C-Sharp и начать изучать Unity 3D и создавать на нем игры. То есть там стек немножко другой. То есть там надо будет изучить технологии, чтобы писать игру на персональный компьютер, чтобы можно было написать эту игру на Android или на iOS. Ну как бы логика одна и та же, просто немножко с управлением и разрешением надо будет помучиться. Третий путь это изучение веб-разработки. Тут очень все сложно, потому что помимо того, что вам надо знать ASP.NET, вам надо знать 100% сейчас эту платформу .NET Core. Помимо того, что там есть типа стандартные инструменты создания всяких сайтов, где код разделен, C-Sharp отдельно, там отдельно. Плюс еще надо знать технологию MVC ко всему этому. Вам еще надо знать иногда, может понадобиться. Это то, что есть всякий веб-форум, по-моему, в ASP.NET, а в Core это веб-пейджи, по-моему. И суть в том, что там типа совмещен C-Sharp вместе с HTML. Вот. Ну это типа, возможно, кто-то на этой финише что-то написал и вам надо будет это как-то поддержать или доработать или переделать. Самое сложное в том, что если вы идете на веб-разработчика, вам нужно немножко знать серверную часть. Это, скорее всего, вам надо будет знать операционную систему Linux, как на ней сайты в сети разворачивать и чтобы они не падали там и работали и все такое. И что еще надо знать, это javascript, css, всякий sas, elasa, htmlf само собой и, возможно, typescript. Я уже не говорю про всякие виблиотеки bootstrap и jQuery. Также требуются навыки работы с ангуляр и знания в веб-пай и API. Ну и третий с половиной путь это изучить winporns, vpf и веб-разработку, потому что есть такие компании, которые занимаются типа всем подряд. Типа у них есть программисты, они выполняют какие-нибудь заказы любые, от создания сайта до создания программного обеспечения и прочей всякой штуковины. И там уже понадобится знание всех направлений разработки. Помимо геймдео, скорее всего, это будет отдельная компания. Ну, примерно вот так. На этом все.